Всех приветствую! Это канал Александр Плей. И сегодня у нас с вами 71 урок обучения игре на баяне. Сегодня на уроке мы рассмотрим Цветущий май. Мне в комментарии написали, Александр, разберите, пожалуйста, Цветущий май. Медленный фокстрот знаменитый. Ну что ж, Цветущего мая я нашел несколько разных вариантов. И выбрал на разбор не самый сложнейший, но и не самый, в принципе, и простой. Тут тоже, так сказать, есть свои трудности. Итак, Цветущий май будем играть в следующем виде. Давайте я его сыграю. Цветущий май КОНЕЦ 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 Ну, примерно так, примерно так. Давайте же рассмотрим с вами, что же здесь за нотный текст. С какими же сложностями тут мы можем с вами столкнуться. Рассмотрим сначала партию левой руки. Обычно я говорю, в партии левой руки все элементарно просто, но не в этом случае. Здесь, благодаря вот этому, так сказать, типичному для фокстроту аккомпанементу, левая рука превращается в ад. В ад для баяниста. Почему? Посмотрим первый такт. Казалось бы, просто ля минор, бас ля, потом бас ми, аккордики ля минорные. Но, одно дело, если бы это было вот так. А другое дело, когда тут вот так. То есть, нужно бас сыграть половинными нотами. Раз, два, три, четыре. И аккорды четвертными. Раз, два, три, четыре. Сразу скажу, вот аккордики вот эти в левой руке четвертные, их играете стакката. Стакката. То есть, не так. А вот так. А басы длинно. Раз, два, три, четыре. Конечно, по идее, это просто разные инструменты. Тут прям целый оркестр попытались затолкать в один баянчик. Целый оркестр. И вот этот первый такт левой рукой следует играть следующим образом. То есть, когда второй аккордик отпускается, стакката, то и бас тоже отпускайте. А не так, что а бас еще длится, а потом только отпускается. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Если вторым случаем пытаться играть, то это тогда вообще пьеса эта превратится для левой руки в какой-то кошмар просто. Играйте проще. Берите бас, вместе с ним аккорда и стакката, потом следующий аккордик стакката, дальше бас снимается. Бас ля, дальше бас ми вместе с аккордиком стакката. Следующий аккордик ля минорный стакката. И он вместе с басом тоже снимается. То есть, вот эти басы, половинки, они вместе со вторым аккордиком снимаются. Тогда сыграете вот в более-менее таком быстром темпе. Обратите внимание, здесь хоть и медленный фокстрот, и хоть и написано вот умеренно, но размер-то здесь какой? Буква С, она перечеркнута. Вообще, если просто было бы написано С, то это было бы означало 4 четверти. Но тут и есть 4 четверти. Но она перечеркнута. А раз она перечеркнута, это значит, что следует считать не раз-два-три-четыре, и полагая это умеренно вот так. Раз-два-три-четыре. А нужно это считать, раз перечеркнута, нужно считать именно половинками. То есть считать раз-два. 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 А сами-то четверти тут достаточно быстро идут. Раз-два-три-четыре. Раз-два-три-четыре. Потому что если вы четверти посчитаете как раз-два-три-четыре, тогда вы увидите, что этот фокстрот он просто уже ну нереально медленный будет. Тут перечеркнутый, вот этот рубленый размер нужно считать половинками но в принципе в принципе чтобы вам выбрать темп вы послушайте просто оригинал и вообще по самому характеру этой музыки вы выберете себе темп конечно тут сильно быстро не нужно но и прям сильно уж тягомотно тоже не нужно играть вот ну так вот и здесь на протяжении всей этой пьесы идет вот такой вот аккомпанемент когда баба с половинками а аккордики четвертями я думаю что у многих военистов может это стать камнем преткновения чтобы сыграть этот фокстрот ну если у вас не получается двумя руками вот такой аккомпанемент левой рукой играть одновременно с правой это конечно расход много воздуха расходует то есть нужен баян более-менее личный ну желательно по крайней мере чтобы уж сильно фразы не рвать там где не надо но крайнем случае вы понимаете что вот первый такт вот в таком виде как он тут написан естественно можно заменить просто вот так и так играть весь фокстрот но это вот уже не совсем то это будет уже не совсем то ну да ладно давайте посмотрим что же тут за нотный текст будем играть его как он написан никаких поблажек про поблажку я вам сказал кому надо сами можете ее использовать а мы будем смотреть нотный текст как он тут написан без каких-либо его упрощений итак поехали левая рука первый такт половинками бас для половинка и бас ми половинка а аккордики стакката четвертные ноты следующий так точно такой же потом снова так точно такой же там снова точно такой же увидите как хорошо а вот в 1 2 3 4 5 так тут уже бас си половинка бас ми половинка а аккордики которые четвертные миссы получается дальше дальше тоже мисс автоккорд но бас берется соль диез он входит в мисс автоккорд вы должны это знать что мисс автоккорд это вот и мисс автоккорд это значит бас соль диез бас ми аппликатура 3 2 ну или 4 когда это все стандартно где будет не совсем стандартно я вам скажу дальше ли а ми бас ми бас ми бас ми бас ми бас ми дальше до диез бас а вот здесь обратите внимание basire корняками а потом а потом бас ля вместе с вами не норм иisi кордом А следующий аккордик стакката уже ля септ. То есть вот так, если без баса сыграть. А бас? А вместе? А потом бас-рэ просто вместе с рэм минорным аккордом. Я надеюсь, вы понимаете, о чём речь идёт. Далее, далее. Далее, бас-си. Бас из си мажорных аккорда. Потом бас-ля. Четвёртым пальцем. Потом бас-фа-диез на вспомогательном ряду. Потом пятым пальцем. А там тоже си мажор. И потом бас-си, как обычно. Пятым пальцем си мажор. Потом бас-ми. Си мажором, это всё нормально. А вот здесь, дальше бас-ми. А аккорд рэ минор. А как так выгнуть пальцы? Никак. Поэтому нужно после ми мажора сыграть. То есть бас-ми. Который вместе с рэ минором. Бас-ми играть третьим пальцем. А рэ минор играть четвёртым пальцем. Вот. Совсем удобно, но поучитесь. И получится вот так. А дальше бас-ми вместе с ми мажором. Ну всё. Дальше снова начинается всё просто. Ля минор. Бас-ми с ля минором. Ля ми. Бас-ми с ля минором. Что тут у нас? Си. С ми с аккордом. Ми с ми с аккордом. Бас-си с ми с аккордом. Бас-ми с ми с аккордом. Бас-соль-диез с ми с аккордом. бас ми с ми с аптекордом бас соль диез с ми с аптекордом бас ми с ми с аптекордом Значит, снова бас-ля с ля-минором, бас-ми с ля-минором, бас-ля с ля-минором, бас-ми с ля-минором, бас-до-диет с четвертым пальцем с ля с абтаккордом, я с ля с абтаккордом, бас-ля с абтаккордом, ля с абтаккордом, рэ с абтаккордом, и опять такая же штука. Бас-ля Половинка А четвертные аккорды Ж-ми-сор Ля-аккорд Видите? Вот бас-ля А вместе с ним Вот так второй пальчик скачет Это даже не совсем прослушивается Бас заглушает, но это еще смотря какой баян А потом Бас-ре вместе с ре минором А дальше идет басовый ход Басовый ход Басовый ход Значит, вот я ручкой там выписал Ноту соль четвертым пальцем Ноту подъезд на вспомогательном ряду третьим пальцем И ноту фа-бекарт на основном ряду пятым пальцем Вот он, этот ход Вот сначала идет ре вместе с ре минором А потом ход Вот четвертый палец Третий на вспомогательном Пятый А дальше с ми уже можете не лидовать И просто Как бы очень быстро Пристроиться, чтобы третий палец оказался на басе ми А второй на аккорде А второй на аккорде ля минор И у вас получится Вот Бас ми Значит, дальше после этого так, где басовый ход Бас ми Дальше тоже бас ми с ре минором Бас ми с ми с ре минором Бас ми с ре минором Уже будет до диез Он нам дальше понадобится А пятый палец Держите на выделенном басе до И дальше в следующем такте Смотрите Бас до половинка пятой палец И бас до диез на вспомогательном ряду Третий палец Аккорда тут уже, к счастью, нет Тут просто Связывать их не надо Легато Просто играйте Нон-легато Это вот это место Видите? Просто нон-легато эти басы А дальше Вот значит Пятый Третий на строках А потом третий переходит на ре И уже пошел опять Фокстротовый аккомпанемент Бас ре Вместе с соль мажором Потом предлагаю Четвертым пальцем Бас соль Ой, бас Ре Соль септаккордом Потом предлагаю Четвертым пальцем Бас соль Соль септаккордом Не третьим А именно четвертым Чтоб потом снова удобно было Опять пятый Потом на до Потом на до диез Третий И снова Третий на ре И соль септаккорд идет А вот вместе с ним А потом уже три На соль Уже четвертый Не обязательно Уже именно третий Потому что дальше У нас до С до мажором Уже удобно играть Как раз третьим вторым Дальше 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 мы видим Ре диез Бас половинка Ре диез Но Здесь В данном случае Ее удобно сыграть Пятым пальцем И воспринять Ре диез Как ми бемоль И Сыграть там Где у нас бемоль Ну какая разница Ми бемоль Но вот она и Ре диез Там же Вот мы ее играем Раз Дальше А дальше Просто бас Ми на вспомогательном И с до мажорным Аккордом Дальше Опять Идут Чисто басы Без аккордов Половинки Ре и Фа Ну очень просто Я вот ручки вам подписал Третьим пальцем Ре на основном ряду Пятым пальцем Фа На основном Тоже ряду Вот это Вот это место А дальше Переходим Третьим пальцем На бас ми А второй палец Играет ля септаккорд Это вот после этого Вот бас ми Третьим пальцем А второй палец Играет ля септаккорд Потом бас ля Играет ля септаккорд Потом снова Третья играет Бас ре Пятая играет Бас ла И снова переходим Бас ми И ля септаккорд Бас ля септаккорд А потом вообще просто Бас ре А аккорд Ре А аккорд Ре И мажор Снова такая же история Потом бас соль И аккорд И соль мажор Снова такая же история А вот дальше А вот дальше Вот дальше Это самое веселое Я бы сказал Место В этом произведении Где рука Должна совершить скачок Я тут не играл Как-то изощренного Например После ре мажора Как-нибудь вот так Пятым четвертым Ну Можно конечно Но В принципе Я-то прыгнул Нормально все было Вот здесь следующий Идет прыжок Смотрите После соль мажора Видите куда я прыгнул Третий палец У меня Оказался На Нотке Фа На белой Вот А второй палец На Си септаккорде Вот третий палец На нотке Фа Проверим А вот Си септаккорде Тоже можно проверить Вы когда прыгаете А если вы не уверены Вы проверите Но я уже по слуху Запомнил Как он учит Поэтому сразу Попал И вот так идет Фа бе кар Вот именно Что Фа бе кар Си септаккорде А потом Просто Бас ми Не мажор Вот это место Самое сложное Потренируйте пожалуйста Этот прыжок Ну и наконец Дальше мы переходим На Вот дошли мы до знака Сенью Переходим Снова на начало На знак Сенью Третий Так Все то же самое Играем Пока Не дойдем До фонарика До фонарика Ну это такой Овальчик Который вот так вот Перечеркнут До фонарика дошли И переходим Просто на окончание Тут даже так и написано Видите Повторить от знака Сенью Вот такой Такой диковинный значок Повторить от знака Сенью До знака Фонарик И перейти на окончание Вот от знака Сенью Играем До фонаря И переходим На окончание Но в окончании Что тут в левой руке Бас ля Сля минором Бас ми Сля минором Потом просто Ля сля минором И ля сля минором Тут все элементарно просто Ну вот Такие дела у нас в левой руке Теперь Давайте рассмотрим Правую руку Правую руку Ну ноты называть не буду Буду Говорить только о штрихах О штрихах И О интонации И о интонации Я Обратите внимание Играю на фаготе У кого есть баянс регистр Можете тоже играть на фаготе Фагот этот Это вот В самом низу Кружок У регистра Фагот Он играет октавой Ниже То есть если я ля Малой нажму Вот где она обычно У меня будет Еще ниже нота А вот Если здесь нажму То у меня будет ля малой Если включу обычный регистр Тогда Ля малой уже будет здесь А на фаготе Ля малой Вот здесь Поэтому я отсюда играю Не пугайтесь Что называется Почему это Саша Играют октавой выше Потому что на регистре фагот Так поехали Аппликатуру говорю Два Пять Три Два Один Это все было легато Лигу снять Сразу что хи говорю Это все было легато Лигу снять Дальше Третий Пятый Четвертый Пятый Второй Лигу снять Это все было легато Я Лиги написал Вот ручкой Вы увидите Дальше Пятый Снять руку Дальше Один Два Три Два Один Два Пять Четыре Три Четыре Снять Четыре Три Два Один Два Один Снять Дальше Два Три Четыре Три Два Три Дальше Ми задерживать его Повторять не надо И на него наложить До Иля Вторым Четвертым И получится Вот этот аккорд До Иля Второй Третий Четвертый Дальше Следующий аккорд Три Четыре Пять Два Три Четыре Два Три Четыре Один Три Пять Дальше Один Два Четыре Пять Дальше Октавы Исполняются Легато Как верхний Так и нижний Голос Первый Пятый Второй Четвертый Первый Пятый Дальше Аккордик До Ми Ля Второй Третий Четвертый Дальше Следующий Такой Аккордик Соль Ля Ди Сми Второй Третий Четвертый Пятый Снять Дальше Первый Второй Третий Второй Первый Второй Пятый Стакката Дальше Аккорд Первый Третий Пятый Следующий Аккорд Второй Третий Четвертый Следующий Аккорд Первый Третий Пятый Дальше Терции Пошли Первый Четвертый Второй Третий Первый Четвертый Или Гатто Присоединяем Следующая Трет Звучая Которая Ля До Ми И будет Второй Третий Пятый То есть Вот так Второй Третий Пятый Дальше Следующий Аккорд Второй Третий Четвертый Следующий Второй Третий Четвертый Следующий Первый Третий Четвертый Пятый Следующий Второй Третий Четвертый Пятый И наконец Следующий До Ми Ля Где фонарик Стоит После фонарика До Ми Ля Второй Третий Четвертый Дальше Веселье Вот это пошло Из таких неполных так скажем аккордиков 1 4 5 это я про вот эти 1 4 потом 2 4 потом 1 4 потом соль октава 2 5 не присоединяется до 3 4 дальше снова става этими же пальцами к ней присоединяется ля диэс ми получается вот так а следующий аккордик опана не совсем удобный аккордик пальцы вот ноты значит соль а пальцы 2 3 4 5 дальше пунктирные вот эти дела 2 3 1 2 3 4 и снова ходим обратите внимание пунктирные дела до этого мы легата играли а вот здесь играйте пожалуйста пунктирные дела не но он легата пусть будет какое-то разнообразие не легата играйте вот значит как я уже сказал 2 3 1 2 3 4 октава опять второй пятый дальше доме присоединяются 3 4 снова октава снова ли ля диез не присоединяется 3 4 снова этот аккордик не самый может быть удобный для вас 1 2 3 ой 2 3 4 5 пальцы 2 3 4 5 дальше слова пунктирчик этими же пальцами 2 3 1 2 3 4 дальше уже полноценный аккорд соль доме соль 2 3 4 5 пошла фа 1 5 следующая октавка диклина раскоп diese дней работа бойтесь октавка фа диез 4 и 3 CS и четвертый дальше октавка си 1 5 присоединяем радисы фа диез stopped doing 3 получается вот так Дальше октавка ля, второй, пятый, октавка соль, второй, пятый, пунктирчик опять пошёл. Четыре, три, четыре, два. Здесь нужно вот так играть. То есть вот это тенута, нон легато, а вот здесь легато, вот прямо как написано. Вот видите, вот в этом такте, октавка ля, над ней значок тенута, чёрточка, то есть полную длительность выдержать. Тут тоже выдерживаете. А вот эта коротенькая нотка, отрывистая, не легато со следующей. А потом уже не соль залибуйте. Ну это вот будет вот так звучать. И дальше. Вот, запомните. Дальше следующий такт, вот после этого. Там вот эта нотка соль вторым пальцем. Дальше опять аккордики вот эти наши, такие вот непростые, наверное, для обычного человека. Потому что нота ми, а дальше до диез ми. Мы же обычно привыкли, например, играть полностью. Помните, весь аккорд, например, ми, ля, до диез ми. А тут вот весь аккорд, а вот с такой вот вырезкой. А что вы хотели? Может быть, всяко в музыке вырезаться звуки могут быть по-разному, пожалуйста. Но аккорды-то вы же должны узнавать, какие это аккорды. Итак, значит, поехали. Ми, до диез ми. Значит, второй, четвертый, пятый. Дальше первый, четвертый, пятый. Здесь с первым очень удобно играть. Не надо вот так вот лепить. С первым удобнее. Значит, фа, ре, фа. Первый, как я уже сказал, четвертый, пятый. Дальше соль, ми, соль. И опять октавки, половинные опять вот эти октавки, к которым присоединяются четвертушки тут терции. Вот, значит, поехали. Октавка второй, пятый. А вот как терции тут присоединить? Вот, смотрите, хитрость скажу. Октавка второй, пятый. Дальше ре, фа присоединяется к третий, четвертый. Дальше снова октавка. И, казалось бы, си, ре тоже третий, четвертый, да? То есть вот так сыграть. Я так пробовал. Показалось, что не совсем удобно. Можно вот так сыграть. То есть, вторую вот эту терцию, си, ре, присоединить не третьим, четвертым пальцем, а первым, вторым. Первым, вторым. И смотрите, что получится. Эту третьим, четвертым присоединяем. Дальше снова ля, тавка вторым, пятым. И терция, си, ре. Первым, вторым присоединяется. Вот она, первым, вторым. Вот она, первым, вторым. И опять аккорд вот этот вот. Опять вот этот вот аккорд. Ля, до, диез, соль, ля. Второй, третий, четвертый, пятый. В таком видео он здесь представлен. Ну, что поделать? Вот мы его сыграли. А дальше, дальше. Пунктирчик уже предлагаю без первого пальца играть. В том случае, с первым удобнее. А здесь, как обычно. Как обычно, по гамме. Как обычно, по гамме пунктирчик. Два, четыре, три, четыре, три, четыре. И опять аккорд. Не забывайте, что в этом такте, вот в окно стоит до диез, случайный знак альтерации. Значит, он на весь этот такт и действует. И вот, поскольку этот до диез тут присутствует, то и пунктирчик будет ля, си, до диез, ре, ми, фа. А дальше снова аккорд. Ля, поехали дальше. Следующий, так, смотрите. Вот это октавка ля. К ней присоединяется ре, фа. Третьим, четвертым, как обычно. Дальше присоединяется си, ре. Как я уже говорил, удобнее тут не третьим, четвертым, а первым, вторым. Потом снова этот же аккордик. Ля, до диез, соль, ля. Снова этот же пунктирчик. Ну, аккордик второй, третий, четвертый, пятый пальцы. Снова этот же пунктирчик. Два, четыре, три, четыре. Три, четыре. Пунктирчик, нон, легато. А вот дальше. Октавка ля, второй, пятый. И дальше легато. Первый, третий. Тут я менял мех, поэтому снял лигу. Дальше четвертый. Первый. Это все легато. Четвертый. Третий. Дальше можете лигу снять. И аккордик соль, диез, си, ми. Сыграть первым, третьим, пятым. А потом снова. Вот этот наш известный, знаменитый пунктир этого фокстрота. Три, четыре, пять. Четыре. Три, четыре, два. Вот. И причем его-то вот легато. И дальше все, продолжается легато. Теперь давайте попробуем по интонации пробежаться. Что здесь, как здесь лучше играть в плане динамической задачи. Ну, начинаете, понятное дело, не громко. Но чтобы было слышно, вот, посы, чтобы было слышно. Чтобы аккордики перебивали. Понятно, что не так. Это вред. Так не играйте. У вас и рука отвалится, если вы будете так играть. Аккордики просто тихонько. Как сопровождение такое. Ну, это оно и есть. А, а бас. Дальше начинаете тихо. Как бы вот это лучше словами-то объяснить. И при этом одновременно играть. Не так-то просто. Ну, вот, смотрите. Начали потише. Появился. Мелодия. Как раз, как раз, развивается. К этому звуку стремится. Гаснет. Следующий пошел. Фейерверк наш. Раздевается. Сделается к этому звуку. Опять чуть-чуть газет. Уже не так сильно. А вот этот. Вот здесь трешендер. Раз, безуменуэн. Понимаете, да, где, так сказать, определенные вершины имеются. Вот. И это все, вот то место, какое я сыграл, оно в целом звучит не сильно громко. А дальше, после этого места, пунктир врывается. Форте. И это место выжает. Песня. Погасите чуть-чуть аккордию. Снова аккордию запускайте. Погасите. Следующая аккордию запускайте. Тут стакката. Вот здесь чуть-чуть погасите. Всегда, когда какая-то музыкальная фраза, какая-то конструкция, имеющая логику, идет к завершению, вы ее гасите. Вы ее гасите. То есть, например, вот этот такт, не играйте вот так. Вот как-то... А вот. А уже потом... А уже потом... Начинается следующее. Этот погасите. Погасите. А вот на этих трех желательно сделать крешендо. Желательно сделать крешендо. И после того, как вы сделали крешендо, на октавках делать еще акценты не там. То есть, вот, крешендо... Тоже крешендо набирает потенциал. Акцент. Акцент. Тоже крешендо набирает потенциал. Акцент. Вот здесь просто ярко. А вот еще больше крешендо. И опять акцент. 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 Тоже крешендо набирает потенциал. Акцент. Акцент. Тиарчик набирает силу. обратите внимание вот здесь я хочу сделать небольшое замедление ну вот вы на записи то услышали так оторванно это сложнее показать вот примерно так то есть замедление потом пусть даже какой-то такой провал во времени хотя может это не совсем правильно но она слушается она слушается чем просто есть все ровно и ритмично какое-то такое вот небольшое тут сделать замедление а потом уже опять вот после вот этих вот страстей вот каких-то танцев каких-то воспоминаний опять вот это вот мелодия известная пошла вот как то так пробуйте разбирайтесь насчет пунктирчика насчет пунктирчика ну если хотите вы можете его не играть именно восьмая с точкой и 16 вы можете ее вот помните как буги-буги для начинающих мы с вами джазовой пульсации переходили триольками можете мыслить можете мыслить триольками но как хотите по настроению по настроению делать этот пунктир более острым либо либо менее острым просто здесь такой немножко романтический фокстротик и сильно острый пунктирчик мне кажется тут был бы не очень уместен например вот здесь видите какая интонация прекрасная если вообще без пунктира то это было бы если именно вот что восьмая с точки шестнадцатая только быстро видите как то это был бы слишком острым для данного случая вот тут идет вот почувствуйте почувствуйте какой пунктир тут необходим какой пунктир тут необходим вот примерно такой а они такой острый если прям дословно восьмая с точкой и шестнадцатая так же не играет тут как бы больше именно три триольная пульсация но это нужно чувствовать все пробуйте пробуйте играйте если что задавайте вопросы если что индивидуально помогу скайпе разобрать но чтоб такую структуру вообще в принципе сыграть двумя руками конечно нужен опыт это уже пьеса непростая ладно увидимся на следующем уроке на следующем уроке буду смотреть какие мне заявки пришли на какие пьесы на какую музыку и будем с вами ее разбирать но и что-то свое тоже буду вам так сказать проталкивать посмотрим как пойдет ну все увидимся на следующем уроке до свидания